Мы с вами будем сейчас записывать, для российской аудитории через мои каналы зайдет намного больше, чем через любую франц-пресс. Да, да, я понимаю, я понимаю. Хорошо. Хорошо, вот я на всякий случай нажала рекординг, вот, просто, чтобы было. Хорошо, большое спасибо, что вы согласились с нами поговорить в такое ужасное время. Я смотрела ваши обращения на инстаграме к российским родителям, которые читали ваши книги, которые растили детей на них. Вот, что вы им хотите сказать? Вы хотите сказать, что мне надо что-то еще сказать дополнительно? Ну, вы знаете, если люди готовы... Знаете, как называется главная книжка доктора Комаровского? «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников», правда? Я так понимаю, что если у родителей нет здравого смысла в голове, то обеспечить ребенку здоровье, ну, практически невозможно. И вот, то есть, сейчас все. Ответ фактически только на один вопрос. Есть ли здравый смысл? Готовы ли люди просто какую-то логику, здравый смысл использовать на практике, применить это? Если не готовы, практически все наши с вами месседжи обречены на провал. Мы можем говорить сколько угодно, если люди не хотят согласиться с тем, что в 21 веке любые несогласия между людьми, странами, политиками и государствами не выясняются бомбардировкой жилых кварталов. Ну, вот и все. То есть, если вы считаете, что вы живете в стране, правительство которой имеет право другим независимым государствам навязывать волю, как им жить и что решать, то вы умственно деградировавшие граждане. Понимаете? Если вы никак не можете понять. Послушайте, Мария, ну, это же очевидные вещи. То есть, если родители считают, что сосед вправе воспитывать их ребенка, то что я могу сделать? Ну, что? Это чисто инфантилизм. Просто вот и все. Ну, так отдайте вашего ребенка в интернат и идите делайте следующее. Что я могу еще сказать? И к чему вы призываете российских родителей, на которых на ваших книгах они детей своих растили? Ну, собственно говоря, я призываю их ответить себе на главный вопрос. Какое у их детей будущее? Готовы ли они рассматривать своих детей в стране с обязательной воинской повинностью, да? В качестве людей, которых просто государство в любой момент может отправить убивать. Даже не подумав о том, что этих солдат еще и кормить надо. Вы понимаете? То есть, у нас мальчишки эти русские, они голодные ходят. Им забыли еду привезти по трое-четверо суток. Ну, этого... Вот вы должны просто... Родители России должны сейчас решить, ответить на вопрос. Вы готовы согласиться вот с таким будущим для своих детей? Давайте, вот оставьте наших детей уже в покое. Ладно. Я уже просто хочу, чтобы вы понимали. Украина уже все для себя выбрала. Понимаете? Она сейчас выстоит, вне всякого сомнения. Она выстроит. Она и выстоит, и отстроится, и вольется в семью. То есть, останется в любом случае в цивилизации. Вы сейчас готовы нести этот крест? То, что вы сейчас испугались дубинок и остались дома полностью, лишив будущего собственных детей из себя? Ну, тогда Бог вам судья. Все. Объединяйтесь. Говорите. Господи, у каждого мужика с автоматом и у каждого мужика с дубинкой, который сейчас бьет женщин и детей, который не дает людям рот открыть, ведь у каждого такого мужика дома есть женщина, с которой он спит. Ну, ладно, эта сволочь с дубинкой не понимает, какое будущее. Он вообще, может быть, о своих детях не думает. Но женщина, которая делит с ним постель, о чем думает она, вот я хочу просто понимать. Ведь почему молчит страна? Почему великая Россия молчит? Потому что люди массово боятся насилия на собственных площадях. Ну, вот и все. А расскажите, пожалуйста, вот у меня очень просто, очень потряс ваш пост про то, как вы учили родителей делать молочную смесь как бы в домашних условиях. Да, вы последний раз это писали в 90-е годы. Вот как сейчас украинские дети живут в Харькове и других городах, которые подвергаются бомбежке? Расскажите об этом. Так, а уже реально в украинских городах, там, где нет возможности, где бомбардировки практически не заканчивают. Вот в Харькове обстрелы не заканчиваются. То есть речь же не идет о том, что в Харькове на складах нет смесей. Речь идет о том, что эти смеси нельзя доставить в метро или в бомбоубежище, потому что рядом, понимаете? Вот же в чем вся проблема. Надо просто, чтобы прекратили стрелять. А эти бандиты рассказывают, что это, кто же это, что это нацисты используют Харьков в качестве заложников, понимаете, людей, женщин. Вот, ну, просто и вы в это верите. Люди согласны с этим верить. А сейчас сложности примерно такие же, как со смесью, что с коровьим молоком. И с тем, чтобы прокипятить это коровье молоко, тоже есть сложности. Поэтому, что я могу сказать, ситуация в гуманитарном плане очень сложная. И это нарастает. Хотя в том же Харькове сейчас все, вот сто процентов ресторанов, которые работают, сейчас с утра до ночи люди готовят еду. Как только стихают взрывы, развозят эту еду в общежития, в бомбоубежище, в метро, по максимуму стараются все это доставить. Все, вот так город воюет и пытается выжить. Потому что реально, вы сами понимаете, полуторамиллионный город эвакуировать не так просто, мягко говоря. Ну, а вот больницы детские в Харькове работают? Или вот мы видели вот эти ужасные кадры, когда детишки в подвалах под капельницей. Вот об этом можно сказать? Об этом не надо рассказывать. Это каждый просто, вот просто представьте себе, что испытывает мать с больным ребенком, нуждающимся в капельнице, когда рядом еще и рвутся бомбы. И с этим ребенком и этой капельницей надо перемещаться в бомбоубежище. Просто представьте себе, это таким образом защищает русскоязычное население. Это в том Харькове, где полтора миллиона человек говорит на русском языке. Или я бы даже сказал не так. Полтора миллиона человек говорило на русском языке. А скажите, пожалуйста, вот психологическая травма, которая сейчас нанесена этим детям, как они будут дальше жить? Вот вы как врач, как вы считаете? Ну, на самом деле, мировое человечество, медицина, психология, она много-много лет уже, к сожалению, вся история человечества, это вот эти травмы, да. Современная медицина знает способы реабилитации, знает способы, как восстановить ребенка, как его отвлечь. Детям нельзя вернуть папу погибшего на фронте. Вот это вернуть нельзя. А вернуть ребенку жилье и душевное спокойствие можно. Для этого надо, чтобы рядом с ребенком были, это закон жизни, рядом с ребенком должны быть улыбающиеся и любящие друг друга, мама и папа. Сплошь и рядом или мамы, или папы нет. Нет, жилья нет, уверенности в завтрашнем дне нет. Как только это вернется, есть огромное количество адекватных психологических методик, которые позволят нам восстановить здоровье наших детей. Но в памяти украинского народа забыть все то, что прилетело к нам со стороны наших братьев, я не знаю, сколько на это понадобится поколений. Не знаю. И самое страшное, еще раз хочу, я говорю об этом, наверное, уже каждый день, и что самое для нас страшное, это не бомбы, а молчание обывателей, которые с этим согласны. Массово умирают ни в чем не повинные, я даже сейчас не буду говорить про нас. Массово умирают российские мальчишки, которые виноваты только в одном. Они родились в стране, которой на этих мальчишек абсолютно наплевать. Которая ради планов одного идиота готова положить десятки тысяч молодых ребят, убить будущее страны, превратить в трагедию жизнь людей, которые выращивали этих мальчишек, оставить вдовами девчонок и женщин, им плевать, им на все это плевать. А вот те, которые сейчас молчат, вы же поймите, это же вы следующие, ваши мужики следующие. Этих, этих на то, чтобы завоевать Украину, не хватит. Эти уже скоро закончатся. Придет очередь посылать следующих. Следующими можете быть вы. Поэтому молчите, молчите. Причем знаете что? Вот этих бандитов с дубинками, которые женщины лупцут, их в последнюю очередь на фронт отправят. Уж больно у них круто получается мирных людей избивать. Первыми отправят вас, кто туда не хочет, кто больших зарплат не получает. Вот об этом думайте. О том, что либо вы сейчас защитите себя, либо так вам и надо. А какие-то вы получали, не знаю, комментарии, сообщения вот от ваших читателей в России? Какой-то подклик на ваше воззвание вот эти? Вы знаете, я их получаю, конечно же, самые разные. У них каждый день меняются. У ботов каждый день меняются методички. Поэтому поток проклятий новых, он, конечно, не прекращается. Я уже перестал пытаться, я уже пытал, еще раз говорю, после писем о том, что это я во всем виноват, то есть во всем этом виноват я, вы знаете? Нет, не знаю. Да, да. Да как? Ну я же виноват. Почему? Потому что когда великий Путлер послал народ нас спасать, освобождать, чтобы никто не мешал мне говорить по-русски, понимаете? Путлер решил озаботиться нашим языковым вопросом. Так вот, когда он послал нас убивать сюда народ, спасать, извините, то я должен был как авторитетный человек обратиться к жителям Украины и сказать, товарищи идут наши освободители, пожалуйста, выходите с цветами, с хлебом, с солью, кланяйтесь в ноги, встречайте их, обнимайте их, понимаете? Все такое, ну тут, правда, неловко как бы получилось, потому что началось же не с того, что они пошли, началось же с того, что ровно Киев бомбили, нам объявили, что просто в пять утра полетели ракеты, нас просто, они начали с того, что бомбить, мы даже не могли сказать, как мы рады, понимаете? Мы не успели сказать, как мы рады, но я должен был потом, после этих ракет, сказать, ребята, вы не понимаете, надо радоваться. Вот и поскольку я это не сказал, и мы стали сопротивляться, то это и означает, что я убил всех тех, кто вот пошел сражаться, я в этом виноват. И вот в рамках этой логики они что-то еще от меня хотят, понимаете? Фактически, наверное, вот знаете, когда трудно спасать людей, когда ты им протягиваешь круга, они хотят утонуть, да? Да может быть, так оно и надо, так оно и надо. Только два вопроса, они же, страна, государство, великая Россия гибнет и пытается в эту могилу утащить за собой братских народ, чтобы им так скучно не было. Господи, вот что ж повезло нам с братьями. Ну хорошо, и последний вопрос. Вот эта сама идея денацификации вообще. Что это такое? А какой можно говорить денацификация? Это вообще какой-то... Ну вот вы можете прокомментировать? Это Харьков, это город, который действительно занимался во время Второй мировой войны, пострадал, столько вообще людей погибло. А какой, можно говорить сейчас, денацификации? Простите, а Бабий Ярд, а Умань? Ну какая денацификация? О чем они? О чем они, блин? Нет, ну это просто зомби, какие-то зомби, понимаете? Вот, ну, собственно говоря, и все. Ну что я могу сказать? Ну это, ну я не знаю, что... Просто это настолько лишено всякой логики. В любой стране мира, в любой стране мира бывают конфликты между людьми. Иногда эти конфликты бывают там на национальной почве, да. Тут вот тут вот украинцы подрались с ромами, например, да, допустим. Так что теперь? Так что теперь надо делать? Я хочу понять. Если возникают конфликты, то задача государства, да, искать причины этих конфликтов, да, и мирить людей. То есть анализировать. Это зависит от уровня демократии, от степени свобод, от свободы слова и так далее, и так далее. Опять-таки, чем лучше живут люди, тем меньше у них повода выяснять, кто хуже, кто лучше живет, да. Поэтому можно жить и по этому пути, да. Улучшать благосостояние, тратить деньги не на оборону, а на людей, на их счастье, быт, медицину, детей, путешествия, любовь, семью, спорт, в конце концов, да. Развивать здравоохранение. А можно говорить о том, что мы вам ничего не дадим, потому что нас окружили враги. И эти враги именно во всем виноваты. Понимаете? Это же Обама обоссал все подъезды в Москве. Понимаете? Мы же ничего другого придумать не можем. Ну, собственно говоря, вот так это все и обстоит. В стране с евреем-президентом, понимаете, мы обсуждаем тему деноцификации. В стране, где ни одна национальная партия, ни одна партия, построенная на национальной платформе, даже в названии, не прошла в парламент. Что, эта логика ни до кого не доходит? Ну, звоняйте. Я готов. Спасибо вам большое. Держитесь, пожалуйста. Мы все с вами. Слава Украине. Да, слава. Спасибо. Не-не-не-не-не. Давайте учиться, правильно. Слава Украине. Что надо говорить? А героям слава. Давай сначала, Маша, давай сначала. Слава Украине. Героям слава. Уличка, приходи еще. Да, спасибо. В мирное время. Обязательно. Пока-пока. Слава Украине.